всем привет ребята это поршень покинул чат и сегодня у нас выезд после свапа но конечно я уже покатал покатался на машинке конечно же уже немножечко успел на педальку наступить все дела хотя с опаской такой типа сами понимаете только-только движок поменялся есть есть проблемы которые нужно убирать потому как не бывает так чтобы сделать свап и все было гладко четко по-любому останутся какие-то мелкие проблемы которые надо будет постепенно или сразу же решать это у кого как получится в общем что сейчас 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 мы поглядим нашего способна тачуля я расскажу что что еще предстоит сделать потому как еще далеко не все сделано еще есть некоторые проблемы вот буду рассказывать как как мы будем с ними бороться как мы будем их решать а сейчас поедем покатаемся немножко и так слушайте вот этот вот звук красота ну да керанула все таки в общем что сказать разница огромная просто огромнейшая разница между двигателем 1 и 9 и двигателем 2 и 5 я понял машина чувствует себя просто изумительно нажимаешь на газульку и она тут же откликается на нее тут же машина чувствует и понимает что ты с нее хочешь вот в общем это того это того стоило стоило вот этих нервов стоило вот этого всего времени потраченного вот но конечно конечно когда я стоял в яме держал держал коробку за подушкой уперся ногами в стену и тянул ее на себя в тот момент когда руки уже стали ватными в принципе как все тело и не только у меня я подумал ёбаный рот нахуя это затеял блять все блять не надо блять хорош блять но нет все таки все таки мы это доделали потому что ну куда уже все равно уже начали надо доделывать и шо и мы таки доделали и оказалось все просто замечательно да есть проблемы такие как температура есть такая херня в общем вчера допустим я немножечко немножечко боком поездил на работу приезжаю на работу останавливаясь у меня короче из под капотой пар херачит ну я открыл и увидел такую картину неприятную в общем что там у меня было патрубки от расширительного бачка их просто-напросто отстрелило то есть они в порядке они целые но просто с вот этого быстросъема их за счет давления отсоединило и весь блин тасол что мог вытечь он вытек в общем я немножко испугался за машину но но как я как я постарался на скорую руку решить эту проблему я не знаю решил я ее или нет но крышка крышка расширительного бачка она как бы должна сбрасывать избыточное давление так вот эти крышки продаются на два бара и эти крышки нихера не работают вы когда если захотите разберете вот так вот эту вот крышечку и там получается главное главное там есть пружина которая собственно говоря давит на клапан чтобы он не открывался просто так а только при давлении так вот эта пружина слишком мощно ее нужно обрезать ее нужно обрезать в половину отхерачить половину выкинуть нахер даже не смотрите она упадет вкручиваете обратно крышечку уже собранную с обрезанной пружинкой и все и давление уже скидывается как надо что еще сказать там я пока ехал короче это самое дно рождения мы получается ехал с бытгаша мимо по дороге торуня как это место называется но в общем не важно в общем 111 километров так вот я когда выехал с бытгаша мне приходилось каждая там 600 700 метров вставать доливать тасол потому что у меня загоралась лампочка что типа нету охлаждающей жидкости это конечно блин меня немного поднапрягало вот но это получается машина просто решила развоздушиться потому что были всякие воздушные пробки что я сделал я включил печку сейчас я вам покажу как не это сделал в общем смотрите печка у меня стоит на 32 градуса максимальная температура и минимальные обороты вентилятора вот это я сделал для того чтобы машина чтобы жидкость не так сильно нагревалась и не было такого большого давления потому как потому как доехать не как-то надо было каждые 700 метров вставать это тоже не дело но и помогло я не знаю как что будет когда я поставлю на минимальную температуру я не знаю что будет может быть обратно будет проблема блять вот этим бачком с этой жидкостью но по крайней мере по крайней мере остаток пути там сколько 80 чем-то километров я уже ехал нормально я уже даже ехал 140 больше я боялся накатывать машина хочет она говорит дай мне под хвост но но я пока боюсь потому что сами понимаете надо немножечко проездить потом перепроверить всякие болтики всякие шурупчики на подушках двигателя на кардане на коробке все это надо перепроверить потому что вибрации все дела она все откручивается поэтому я не стал нахерачивать на весь а так слегонца на пол шишечки значит что еще что еще кондиционер кондиционер не все еще болтается на на вот этих усах строительных значит вот он наш кондер вот так вот он сейчас некрасиво у нас болтается хотя нет не болтается швак хорошо его закрутил ну как я говорил есть крепление под него теоретически теоретически достаточно поменять крепление дай камеру сейчас я засуну достаточно вот это вот крепление поменять вот видите какое оно чистенькое вот и по отверстиям по отверстиям вот этого насоса она в принципе встает но ебучий патрубок вот этот вот он слишком короткий чтобы можно было поставить нормально собственно говоря насос климатизации кондиционера что делать я подъеду на сервис я подъеду к братану короче он газ весь спустит в эту машину я не знаю сервисная машина или как она там называется в общем чтобы не выкидывать этот газ чтобы не выпускать мы его просто-напросто стравим в эту машину и после того как я поменяю патрубок и прикручу уже собственно насос мы его закачаем обратно я надеюсь что это поможет но пока как-то так дальше какие проблемы вот я рассказывал про патрубок в общем вот он патрубок расширительного бачка он короче у меня отстрелил все было зарыгано тасолом или антифризом кому как больше нравится а вот вот эта вот крышечка сейчас я вам даже ее откручу и покажу в общем смотрите здесь у нас есть четыре четыре такие защелки раз два три и четыре они очень сложно отщелкиваются они настолько малюсенькие в общем надо постараться чтобы их отщелкнуть снимаете в общем вот эту вот часть она идет целиком с защелки и там есть внутри такой шток который собственно говоря прижимается пластиной это и есть клапан отсюда не видно но в этом месте короче есть пружина и вот ее собственно говоря надо пилить пилить не встречались крышки только на два бара вот здесь здесь пишет что это двухбаровая крышка и здесь пишет что это двухбаровая крышка вот я не видел честно говоря я пока не встречал здесь в Польше на полтора бара может быть они работали бы как полагается но тем не менее приходится делать делать вот такой вот запил потому что иначе никак ну что еще сказать что у меня в планах меня в планах по-человечески сделать вот эту вот хрень которая называется воздушным фильтром нулевого сопротивления он как бы да по красоте стоит в чехольчике в пластмассовом кожухе но все это грубо говоря до пизды потому что он у нас тоже вот да тоже он у нас болтается он не закреплен я вам сейчас покажу так вот смотрите тут есть отверстие через которое он сосет воздух и кстати оно плохо защищено тут блин влага если попадет в двигатель это как вы понимаете это свап не нужен был получается так вот что здесь не так здесь все не так во первых фильтр сомнительного качества мне не кажется что это нормальный фильтр во вторых место его расположения то есть воздух он сосет из подкапотного пространства он сосет горячий уже воздух теплый это не совсем правильно не совсем удобно для двигателя потому как чем меньше температура воздуха тем больше кислорода чем больше кислорода соответственно говоря тем больше кпд собственно говоря горючей смеси вот что нужно сделать что я планирую в это отверстие в это отверстие я поженю какой-нибудь хороший дебелый резиновый шланг и выведу к штатному воздухозаборнику то есть нужно сделать так чтобы фильтр хопал воздух из извне то есть не из подкапотного пространства потому что я вам говорил воздух должен быть холодным это в дальнейших планах что дальше я дальше ничего больше не нужно этому двигателю он и так он и так ну хорош вот посмотрите только на эту вот штуку посмотрите на эту мощь а да крышечки надо антуражной крыши крышечки раздобыть потому как сейчас немножко некрасиво выглядит значит я вам сейчас расскажу немного про первый запуск к сожалению мы не сняли этот момент потому как потому как мы это делали по-быстрому в общем такая история был спор то есть хозяин того места где мы делали собственно говоря свап хозяин того гаража поспорил со шваком что мы не успеем сделать тачку завести ее до 6 утра то есть это где-то во сколько в 4 часа примерно мы закинули двигатель поставили в машину но не подсоединили еще ничего то есть просто двигатель там поженился с машиной и все и был спор что с 4 часов обеда до 6 часов утра мы не соберем машину и она не сможет выехать поэтому мы все делали быстро оператора уже с нами не было мы со шваком короче вдвоем по скорику это собирали и таки собрали мы выиграли спор мы прикрутили фары прикрутили даже бампер то есть машина уже полностью была готова к выезду но как полностью полностью она и до сих пор не готова но тем не менее она уже была на ходу уже можно было выехать собственно говоря что мы и сделали так вот первый запуск мы подсоединили все патрубки залили все жидкости и там масла и так далее и я поменял катушку катушку на ключик поди я тебе сейчас покажу вот эта вот штучка вот эта пластмасска она собственно говоря и есть катушка иммобилайзера еще я поменял поменял получается микросхему в ключик то есть это этот с этого ключа здесь моя родная микросхема здесь получается машина открывается и закрывается с этого ключа а уже вот этот ключ заводит то есть сама металлическая часть ключа родная а микросхема от корча для чего это сделано это сделано для того чтобы завести ее потому что иммобилайзер это чертова хрень не позволит завести машину с родного ключа если будет родная микросхема так что нужно было менять собственно говоря как и сам иммобилайзер в чем мы ошибились я поменял катушку поменял микросхему и мне казалось что этого будет достаточно но нет этого не было достаточно то есть машина как бы реагировала на ключ то есть зажигание включилось но когда уже ты прокручивал дальше ключом чтобы завести вообще никакой реакции вообще питание не подавалось на стартер так что пришлось менять сам иммобилайзер вывод такой что поменять микросхему и катушечку недостаточно в е-46 иммобилайзер находится вот в этом месте под торпедой под торпедой возле рулевой рейки так что меняется он на самом деле быстро там просто напросто две гаечки откручиваешь и снимаешь клемму все ставишь новый в обратной последовательности и машина заводится вот ну а сейчас в качестве бонуса я попытаюсь немножечко здесь как раз такой грунт что позволяет я сейчас попробую немножечко пробуксон сделать чисто для вас по-братски вот а вам спасибо что смотрите лайкаете подписываетесь с вами был канал поршень покинул чат так что мы и дальше будем что мы дальше будем показывать показывать все что мы делаем вы дальше будете это смотреть лайкать и так далее в общем всем спасибо всем пока и сейчас бонус до субтитров до субтитров Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok